60 миллиардов, которые Украине дали американцы, вообще насколько меняют подходы Белоруссии? Я же вас предупреждал, что 60 этих миллиардов им дадут. Там поигрались туда-сюда, в демократию, ах, Конгресс. Это единое мнение всех в Америке. Они потихоньку эту нагрузку кладут на Евросоюз и НАТО здесь, чтобы Россию сдерживать и утопить, чтобы разобраться с Китаем отдельно. Вот в чём смысл. Поэтому они будут давать немножко денег, пока украинцы все более-менее здоровые не разбегутся или не погибнут там. Это нисколько и совсем не изменит ситуацию на фронте. Абсолютно не изменит. Дело не в деньгах. Эти деньги надо ещё освоить. Осваивать их будут в Америке. Как они освоят, непонятно. Сегодня Россия имеет мощнейший раскрученный потенциал. Я уже западников предупреждал по своим контактам. Вы допрыгаетесь до того, что Россия, раскручив свой потенциал этот экономический, военный, произведёт столько оружия, что его некуда будет девать. Они хотят одного в разговорах со мной, высокопоставленные люди, россияне об этом знают, руководство им говорит, что Путин не победил. Это везде они говорят. Я им говорю, хорошо, если это вы хотите, садите за стол переговоры, заключайте мирный договор. Если это вы не сделаете, Путин точно победит. Вот и всё. А 60 миллиардов? Понятно, мы с Путиным говорили об этом. Мы знали, что эти дадут 60 миллиардов. Ну а что они решают про такой дороговизни на боеприпасы и прочее? Чего они решают? И когда они ещё их получат? А вот тактическое ядерное оружие, насколько механизм прописан в новой военной доктрине, его применение? Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, что не только тактическое, но и обычное оружие мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано. Как-то я обмолвился, что я утвердил указ, где прописана формула применения ракетного ядерного тактического оружия. И у нас же бомбы, которые подвешиваются под самолёты. Всё это прописано, понятно, как действовать. Но я об этом сейчас меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое, не дай бог, придётся применить. Спасибо. Александр Григорьевич, Константин Придыбайло, артист. Привет. Ты живой, здоровый, симпатичный, как всегда. Я хотел бы спросить и от себя лично, и от многих людей, которые сейчас пишут, спрашивают. Мы так вот в России, и лично я понимаю, что ВНС это такой даже надпрезидентский орган. Нет, нет, это не надпрезидентский орган. Это орган, который где-то там в верхней стороне, но не вмешивается в процессы, которые решает президент. В парламент, в правительство. Это их дело. Да, часть полномочий, я их уже сегодня перечислял, переданы. Вопросы войны и мира. Они как решались? Единолично президентам. Да, консультации и прочее, но президент подписывал военный указ, доктрину какую-то и так далее. И этим руководствовалось. Могли бы и дальше так, но вопрос серьезный, и должны решать непосредственно представители народа. Поэтому это не подмена президентам. Вы волнуетесь за то, что 25-й год впереди. Но, что важно, что важно, вот это новый орган, что такое неразбериха во власти мы с тобой пережили, хоть ты и моложе. Не дай бог, вот этот орган новый, хороший, демократичный, его надо вмонтировать. Радьков блестяшкий, я с вами сказал. Его надо в наш политический быт вмонтировать. Вот что очень важно. Не дай бог, вот эти противоречия и столкновения. Тогда беда будет в обществе. Так вот люди спрашивают, 25-й год, президентские выборы совмещать придется? Почему совмещать? Ну, вы же сказали два месяца назад, пойду-пойду. Нет, я сказал, что если они решат, что я должен идти, я пойду. И сегодня, конечно. Если они скажут, слушай, президент, хватит, вот человек. И если люди решат, что будет другой, не банально, это я искренне говорю, я соглашусь. Слушай, а что мне уже надо? Я столько работаю президентом, поэтому если меня не изберут, ну, я буду удовольствоваться тем, что я был первым президентом и 30 лет вроде работал. А союзное государство как-то повлияет стратегия, которую выбирает ВНС? Строим союзное государство. Это хороший будет пример для тех, кто будет работать в союзном государстве. Знаешь, мы никуда не денемся, чтобы политически доказать нашим врагам и недругам, что у нас истинная демократия. И я уверен, что из этого Всебелорусского народного собрания, конституционного органа будет сила. Ты увидишь, ты молодой, ты увидишь это, да и я еще увижу. Спасибо большое. Спасибо.